добрый день дорогие друзья с вами капля сегодня последний последняя капля извиняю за тавтологию о клевете то бы мы с вами не просто знаете отбились от атак но это послужило к некому созиданию стала неким новым до таким движением служением мы проявили настоящий евангельский дух нам необходимо не просто простить клеветника начать ему служить это может выражаться в двух очень потрясающих вещах это молитвенное подвязание потому что сто процентов уверен что если этот человек оклеветал вас то вы не единственный вы не единственный и он обязательно делает это с другими людьми и не все люди его простили если вы это сделали то вам должно быть понятно что кто-то его проклинает кто-то желает ему смерти и в его жизнь начинают просто лететь камни и если вы настоящий христианин если вы тот человек который действительно обладает евангельским духом то сделайте так как сделал христос отдайте себя за этого человека отдайте за того кто вас ненавидит молитвенно для начала станьте на защиту этого человека и начните каждый день найти не просто помолиться для галочки а вот знаете как молитвенное подвязание каждый день ходатайствует за этого негодяя любимого господа так же как и ты если вы будете это делать в какой-то мере эти камни полетят вас вторая вещь это защита этого человека не только в молитве дано не только в духовном но и в естественном мире очень часто ко мне обращаются люди которых обидели те же люди которые обидели меня ими движет некое понимание того что я буду разделять их обиду подержу подпитая ее это не так вы не найдете у меня вот почву да куда вы можете посеять свои свой негатив и однажды деньчок очень сильно на меня обиделся когда он пришел и начал говорить о негативные вещи а человек который оклеветал меня я начал его защищать потому что на тот момент я его уже простил и он говорит он злой он злобный он такой подожди но в его жизни были такие сложности которых ты не переживал чтобы это сделала с тобой это человек обиделся он сказал ты должен был меня поддержать нет не должен я хочу быть благословением для тех людей которые меня оклеветали и поэтому я буду две вещи делать я буду всегда их защищать я буду всегда за них молиться чтобы бог благословлял чтобы бог отвел от них все нападки дьявола чтобы они осознали и чтобы пробудились в их жизнях вот эти евангельские истоки которые помогут им воспрянуть я верю что когда придет время и мы встретимся на небесах мы сможем без какого бы то ни было найти стеснения или сомнения или еще чего-то негативного обняться и сказать друг другу ты брат мы потому что это работа которую производит господь не только в моем но и в его сердце не только в твоем но и в сердце того кто тебя обидел поэтому последнее что я хочу сказать начни служить этим людям потому что они в этом нуждаются больше всех кто тебя окружает но и но и